Сегодня разговор о важном из ключевых трибун балтийской истории, балтийского региона XVII века. Речь идет о шведском монархе, который в своей судьбе и в своей истории связал сразу несколько стран, и которые памятен в том числе и Кёнигсберг был в Восточной Пруссии в разгар так называемой Шведско-Польской войны, которая началась в конце 10-х годов XVII века. Густар Адрю впервые здесь, в Восточной, в Западной Пруссии, отрагировал свои новые методы разведения войны в 1621 году, находившись в Шведове, начали в Кериму, в 1626 году военные действия перейти на территориях Восточной Пруссии, позже еще и в Западную Пруссию начали располагаться, всегда, знаете, когда считают историческую географию, и в данном Восточную Пруссию, как еще ассоциацию, которые находят, а вот где в Западной Пруссии, вот тут возникают. Знаменитая кампания 1626 года, когда за 20 лет нежели он просил на день 14 городами Восточной и Западной Пруссии, в Пустофаде были участие в законной крепости к Тулау, и, кстати говоря, встречи с Тулау дорого пошли с местным бюджетным достопримечательностям, а встречи с этой крепости Шведов. Ради встречи с этой крепости Шведов отправили на слоу несколько замков хоминских, старых в том числе, и в Бальбе, которого практически всего еще не осталось. Позже последует вмешательство в ход 30-летней войны. Шведы окажутся главными союзниками артистантского блока в темах Священной Игрунской империи. Ну и гибель шведского короля в ноябре 1632 года близ Сарцовского городка Люсен 6 ноября 1632 года. Гибель, которая резко изменила расстановку сил внутри Германии и привела к началу нового бюджета в ходе самой 30-летней войны. Культу шведского короля, который после 1632 года прошел несколько стадий, несколько этапов, по которым я сегодня и хотел бы с вами поговорить. Последние минуты жизни шведского государя в представлении Иоанна Асселина, гриванского живописца и анималиста. С чего я бы хотел начать? Прежде всего, духовная проблематика, которая совершенно четко обозначилась в протестантской Германии на 16-16-18. Начиная с первых успехов реформации, начиная с первых побед генетического переворачения на территории Северо-Центральной Европы, сразу же обозначился метод и весьма ощутимый дефицит в культовой традиции, в первых дистантизмом и католицизмом. Напомню, что после львенских католицизм вторых уровня 16-го века, и начиная с 17-го столетия занимаются, конечно же, рассветом культовой традиции. На первой четверти 17-го столетия в греку святых были причислены целые группы, целая вереница подвижников латинской веры, в том числе собравших значительную роль в возрождении католического культа. В 16-м столетии появятся новые святые, в том числе основатели общества Иисуса, святой депутателл Иоанн, правой духа ботокосинских миссий. Франсуак Савье в латиноязычной традиции больше известен как француз Ксавери, Француз Ксавери, что этому могли противопоставить протестантам, что этому могла противопоставить и велическая вера. Ну, помимо материальной свидетельств жизни подвижников и велической веры, практически, в качестве своеобразного ответа в середине 16-го века, например, является возникательным моментом поломничества, это место жительства Рюктера, место его работы, его рабочего штуба, его рабочую комнату Рюктера. Вот стол, за которым творил Рюктер, становится главной примечательностью в этом поломничестве. Там, в Рюктере, появляются грядицы протестантских чинов, князья, князья, посещая его рабочий предмет, и, естественно, на память хотели уместить что-то, очипывая по счетам, и, в итоге, если вы появились, вы видите, в Эденберге, посмотрите, в Эденберге, был когда-то квадратный стол, не хочу сказать, что стал целым другом, но, во всяком случае, в определенной карьере у вас столб на память, на память о том. Вот в этом контексте гибрид протестантского государя смерть Пустого Адельфа в 1632 году имела, несомненно, высокое значение. Конечно, он не был первым из высокопоставленных чинов сословного общества, кто сложил свою богу на полях войны до 1632 года. Были замедлены гедовиды, были жертвы в Европе в Европе в 1572 году во Франции, был Коферс Норец Саксонский, погибший в 1553 году во время очередной внутренней международной в Германии были включены еще поменьше враху короны, но первый монарх и первый протестантский монарх сложившись на эпоху на перебрании и выстрелы окажется в Европе. И для немецких союзников, и для всей протестантской Европы несомненно, это событие не было другое. Несомненно, в духовной постасии, в духовной практике его мемория получит очень яркое освещение. Вот эта духовная ипостась его личности, духовная ипостась его мемория сразу же очень сильно будет заявлено в первые годы последовавшие после его гибели, после 1632. ипостырога. Кто откликнулся и каким образом знали? Откликнулся в Германии порядка 300 пробоведей, а в любом пробоведе появятся протестации в священной империи. Прежде всего, конечно же, при дворах ведущих союзников шведского короля проповедника как ипостырога. Топлив главный союзник это дрезонский надворный проповедник и это гофе шестопран праздник с домом Пензольев напомним в шведской королевской состоят. Множество листовых образцов из этих листовых некоторые из них вы здесь увидите. Кто авторы? Ну это, конечно же, ведущие чины протестантских надворных подсестури в этих княжествах ведущие проповедники арахов Иванов и Казахстанский первой половины 17-го столетия. Их можно перечислять, правильно, много, в середине знаков еще например, надворный духовник Пульсурса Саксония Георга Георга Георген Георген слогом оплакивает смерть шведского короля. Ну вот, порядка трехсот публикованных проповедей, мемориальных вестков в травмах памфлеты речей, изданных на смерть шведского края. Меньше всех не в Швеции. Меньше всех не в Швеции. Не только, да, ну и главное будет, конечно, причинить того, что печатный станок в шведском королевстве не было столь развитым, не было столь очистым, как тело священного перенаконивши в Германии начали 17-го лет, и будет безлетний войны, издавалось порядка 44 певниорических певниористских газет, которые уразились современным языком, они издавались в земле священническим певниористом. Поэтому, естественно, медийное пространство обрекнулось на это соответствие весьма активно. Каким образом экспонировался образ и память о Швеции короле в этой духовной продукции. Но это прежде всего герой святого Евангелия, это защитник святого Евангелия представлен первую пастась. Пастась первая это ветхозавет герония. Швецкий король уподоблен многим аккарею уподоблен Иосии, тем самым борцам за святое дело, за Бога Единого, который наложили печать на ветхозавет глуховую печать, дискурс в этой заветной традиции. Во-вторых, шведский король абсолютно его позиции абсолютно хрисоцентричны, как то обязан к христинической вере, как то обязан протестантской операции. Мифологема его молитвы, его общение с Христом проходит через все его первые биографии, помещенные в двух профилях. Ключевой момент это речь перед, его последняя речь перед солдатами, немцами и скандинавовыми на пуль битвы перед самим сражением, где он обращается с одной стороны к шведским братьям, с другой стороны к ремянским братьям и вызывает пострадать за Христа, за святую первую и за свое. Отечество, кстати говоря, занимаясь потом еще речами монархов на поле, Бой обнаружил поразительное сходство с речью, с коллагенной речью Петра Великого своими войсками на поле под Полтавой. И немотря на что там послужил архитектом, скорее всего архитектом послужил дискорс, представленный на Львовском поле в 6 ноябре 1632 года. Третий момент это устаршенность. Конечно, шведский король устаршен крестом, он боится согрешить. И вот здесь значительную в этой его ипостаси сыграет слово и творчество его надворного петелана петеранца якобы Фадрициуса, который сопровождал короля в последние месяцы гуманецкой кампании, который был свидетелем его последних слов якобы в частной беседе о том Фадрициусе будет вспоминать эту беседу тоже опубликованно. Фадрициус признавался в том, что сам шведский государь жаловался, что местное немецкое патистанское веселье принимает Бога и он боится, как бы Господь за эту гордыню его не покарал. Искусство предложено якобы Фадрициусе. Помимо чисто духовной мемории, мы обнаруживаем сразу же после 1632 года следы формирующейся мемории материальной. Одна из легенд гласит, что один из понявших шведского короля, получив чаровые увлечья на поле подвеселом, его канц фон Хасмидорф решился найти после исцеления. Спустя год, 1633 года, он знамерился, будучи свидетелем гибели самого жилетского государя, он знамерился как-то отметить это памятное место. Пригласил 13 мужиков из соседних деревень, они схватились за местный гранитный валун, который был известен до этого, маркирован границу епископства и местного епископства и советских территорий, еще были реформационные времена. Гранитный валун они захотели оттащить, чтобы отметить то место, где было найдено тело павшего шведского государя. А места не дотащили. Терролок это теперь не дотащили. Поэтому оставили его на дороге предыдущей из Грунца на Курицах. его находится и сегодня в год тысяч человек отреватого шведского монарха в году 1612 год. Санжер Хаснгардов, дабы все-таки оставить матомком напоминания о точном месте, якобы собственноручно изготовил вот такую схему, основание которого треугольника кормирует вот левая конечность вот этот так называемый шведский камень и в треугольник катит сторон с указанием локтей в шведском извинении там 48-36 где следует искать собственно место, где нашли тело монарха вот левых луф точные пересечения оно якобы и найдено. До конца 17-го века духовная традиция и пульт памяти о шведском монархии прежде всего на казачьем катестантском деле висонин был с конца 17-го века мы впервые отмечаем первые святые скажем так национальные активности и национальной политичности для всех шведов которые направлялись на данный учет в Германии прежде всего ведущий катестантский университет в Германии для образованных шведского студента для образованных шведских убитых было очень модно и очень престижно прежде всего закончить немецкий катестантский университет самыми главными паломничества и шведских студентов и шведских путешественников и шведских дворян служивших в войсках немецких катестантских княжеств национальных местах кульминация первая всеобразная кульминация этой национальной идентичности впрочем наступает спустя некоторое время в самом начале 18-го как связано с событием Великой Северной войны шведская армия скушив саксонцев и русских беден под правом штатом в 1706 году оказывается на территории враждебной тогда Саксонии в Альфранштадте и в шведских государях Карл Курнад цепет условия мера задержанному королю Польши Федериху Августу или Августу Синному вот этот контекст очень тесно связывается с меморией погибшего шведского короля протестантского 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 поселения поиск очень важные династические и профессиональные перемены в конце 17 века в 1697 году напомню то обидел переходит с протестантизм обратно на христиство сделано прежде всего того чтобы замять стол Федерих Август меняет конфессию это резко расстроено и рассложено значительную часть саксонцево протестантского поселения поэтому в Саксонии шли до встречания как освободитель и встречания плохой мусор Альтранштадт располагался всего в шведских километрах от Блюцена как свидетельствует книгу и записи шведской статьи в первом ряде декабря в 12 дислоцироваться в Альтранштадте он совершает поездку вверху к этому русскому камеру к этому сообразному мемориалу он же по своему личному распоряжению указывает доставить ему ставку рисунок проект и план того места где пал швейц монарха Хастенторфа и провалит его в Стокгольмский королевский актив за то момент этот рисунок и эта схема находится в Стокгольм наконец там же в Альтранштадте на Кубе в Карл пребывает очень долго до тех пор пока не заставил декора свящеримской империи Иосифа не подписать знаменитую Тражданскую конвенцию с гарантией правства и распорядания для поданных императоров и сранских поданных императоров в Севете называемая Транштадтская конвенция которая окончательно гарантирует права немецких протестантов и наследственных императоров в Севете только 8 сентября 1707 года он наступает свой восточный поход и позже его не разу будут такой частный везер упрекать шведского королевства и потом за то что он оттягивает оседней кампании вот этим переговорами с императором относительно свободы и распорядания все это дало повод к очень широкой публицистической пропаганды листовки которые печатались и в Саксуинов и в Швеции на 2 из них мы видим дуэт справа Мустав Адульф и Карл 12 и слева отцы немецкой реформации Лютер и Фюрик Меланхел и его права паука первый систематизатор собственно учения реформатора Мустав Адульф в образе защитника защитника церкви и магиерической церкви истины церкви Хэрс и церкви и Карл 12 который своим жестом клянется выполнить завет своего праведа окончательный перевод происходит спустя сто лет на стыке 18-19 столетий в Швеции тогда наступает густерианская эра второй произведитель Швеции Мустав третий прямо пытается подражать практике своего управления практике своих реформ своему предку напомню что Шведская Академия Науки стоила и бог на свое предметание за речь освященного памяти Энарда Торсенсона одного из военных славежников шведского короля участника 29-й войны вот этот вот национальный шведский акцент почитания мемориал Люцина достигается в его апогее на стыке 18-19 столетий на память здесь приходят слова известного деятеля позднего шведского просвещения Геннадзе Базедова который в 1713 году прямо заявил что престоле Люцина сердце истинного шведа должен исполниться национальной бодростью для немецкого просвещения протестантского просвещения путь шведского короля тогда на стыке столетия обрел новую форму влиянию людей французской революции влиянию людей гражданской свободы шведского короля стал рассматриваться не только защитником верным сколько защитником прежде всего социальных прав и свобод в таком широком историческом контексте такой просвещенческий философский мотив который оказался здесь задействован до стыки 18-19 веков вот эта новая постель шведского монарха очень хорошо грозится и в расширении мемориального комплекса под Грюксеном что случится в первой половине 19-го столетия в 1832 году в 1832 году по инициативе местных протестантских церковных общин и при поддержке русского короля Фридриха Я напомню что после 1815 года две трети саксонии отошло в состав русского королевства саксонии было соединено приорона Кубис отомстил саксонии и большая часть саксонии владения бывшего саксонского пофикуса отошло под Прусси в том числе и округа Люсона по проекту архитектора Карла Фридриха Шинкеля в шведские камни поражается вот такой дажурный визит и по сторонам надписи которые смеялись геройскую ипостась шведского монарха ничего не погиб в праздновании 1832 года которые по времени совпали с волной гибральной эволюции прокатившиеся тогда по Европе в том числе Германович хорошо получали и подчеркивали эту двоякую ипостась двоякую мемориум шведского короля с одной стороны защитника веры а с другой стороны в угнетенной пропиской гитарической лиге в угнетенной домом Гарсбогов немцы наконец-то получили возможность исповедовать свободу веры и обрести таким образом свободу в широком социальном контексте спустя спустя еще полбека на исходе столетия XIX вот этот культ обрел покончательные институционные формы в Люцине предорганизовано шведское консульство вообще монсульство для северной истории для североевратейской истории когда специально к мемориальному памятнику будет привязана официально административное учреждение шведского шведское консульство в Люцине рядом будет сооружена почетная кауплата и здесь же с первого года 19 века регулярно 6 ноября будут проходить и сообразные дни поминовения шведского монарха с участием протестантского муковинства ученые структуральные элиты местной сапсовской и шведской все это обрело довольно большую значимость официальные русские власти относились к этому при всей своей симпатии к протестантскому делу в протестантской конфессии достаточно издержанно почему потому что после 1871 года Бисмарк после объединения Германии при объединении Германии Бисмарк очень не хотел терять голоса на выбор по листам поэтому чаще спросил местные русские власти ограничивать размеры конфессации и подчеркивать несколько ревизу сколько такую вот национальность и династику подстать самого этого события вот примерно в таких масштабах и в таком радости память о шведском проректе пищевала в первую половину 20-го века последние крупные официальные торжества здесь состоялись в 1932 году еще в эпоху Веймарской республики они были абсолютно уникальны под своим масштабом под своему размаху 6 ноября 1932 года у шведского камня ключом к плечу стояли ключевые фигуры тогдашней политической жизни скандинавии слева милинг маршала Малерайма в центре наследного шведского принца будущего короля Густера Адельфа и справа генерал Рейхс Верхамерштарин солдаты его 11-го саксонского и Тургутного полка сопровождали процессию и формировали подобно подчеркнутый почетный эскорт этой криминальной даты будет налажена прямая радиоконсляция между Гюнсеном и Стокгольмом в случае тоже достаточно уникальной с точки зрения технических новшеств для первой четверти 20-го века встречая выступали представители еще общественности и политики и духовенства одновременно с этим будет открыт еще один мемориал памяти шведского короля короткий вазь через 10 километров от Люсона ну и у шведского камня лежало порядка полусотни венков от всевозможной дирекции от всевозможного общества так далее так далее так далее что совершенно четко подчеркивали эти праздности праздности в 1332 прежде всего не место с лединовской солидарностью не место с лединовской солидарностью было по что три знамена три национальные знамена с этого момента эти знамена не спускались знамя германской империи дирекции 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 с современной расцветки шведский национальный клад и пенсий национальный то есть три народа три участника совместного тела то есть символизировали вот это МСС дирекции кедринство официальные власти провинции Пруссии также как и раньше письма были настроены весьма критично но это было связано с текущей политической примутой очень боясь провокации как нацистов так и мудистов там ситуация была очень напряженная после 1932 года когда мы пытались погасить такие политические пристрастия в рамках этих празднований но размах 1932 года превзошел конечно же все предшествующие манифестации все предшествующие мемориальные даты связанные с этим после второй мировой войны Люцин оказался в составе ПДР Германской Демократической Республики и мы можем с ним говорить о том как опытность ПДР Люцинский мемориал станет своего года инструментом преодоления ну скажем так соцкультурной изоляции политико-культурной изоляции молодой социалистической восточно-демецкой республики власти восточной Германии не только никак не препятствуют шведскому туристическому наплыву вообще скандинавским интересам по-прежнему работает шведское консульство Люцин более того кодрель в Люцинского мемориала является целая такая кроссик отелей для туристов из скандинавии называемых шведских лагрузы здесь же начинает функционировать храм с небольшим местным протестантским переходом называемых шведских цепей и на основании делается все возможное для того чтобы представить Люцин в виде такого памятника интернациональной дружбы игравшим на руку несомненно тогдашним властям в 1889 году накануне воссоединения второго имени немецкого земли здесь под Люцином соберется рекордное число посетителей 29 тысяч на праздник в день на 6-й день в в 1889 года самое большое число приедут китайские динамии и немецких участников мероприятия сегодня ситуация успокоилась сегодня по-прежнему на флагштоках в губе Шведского канта развиваются три знамени есть музей есть в саган в городе в замке густовском лесе красных музей посвящены самому густовскому сражению подаются после конференции с заведением Шведского короля 6 ноября собираются листы и читаются проповеди в местных протестантских центрах но сегодня несомненно все это представлено новым фрактором как просто это является что мы видим в итоге мы видим в итоге как на примере мемори густова агрифа друг друга сменяют ну если хотите четыре типа или четыре ипостаси первонвуховная потом фестеральная шведская потом национально-немецкая посвященческая потом идея германско-генарского ипостаси пульт густова агрифа как способ преодоления такой вот метрик политико-генарской изоляции в которой не слишком сильно но чем не менее находилась германская чувствительность по собственному и в которой мы не в которой мы мы не этим Продолжение следует...